БИСМИЛЛАХИРРРАХМАНИРРРАХИМ БИСМИЛЛАХИРРРАХМАНИРРРАХИМ АЛЬХАМДУЛИЛЛАХ ВАССАЛАТУ ВАССАЛАМУ АЛЯ РАСУЛЛИЛЛАХ ВААЛЯ АЛИХИ ВАССАБИ АЖМАИН АММА БААД Начнем разбор 38-го аята «ЯУМА ЯКУМА РРУХ ВАЛМАЛАИКТА ССОФА» В тот день, когда встанут Дух и Ангелы рядами, не будут они говорить никто, кроме тех, кому позволят милости, и будут говорить он только правду. «ЯУМА» это «ЗАРФУ ЗАМАНИН» «Обстоятельство времени» состоит в смысловой связке с предыдущим глаголом «ЛЯЯМЛИКУНА». В этом случае смысл будет таким. Не будут они владеть от него возможностью речи в тот день, когда встанут Дух и Ангелы рядами. «АУБИ ЛАЯЯЯТАКАЛЛАМУН» Или же слово «ЯУМА» связано с глаголом «ЛЯЯЯТАКАЛЛАМУН» то есть не будут они говорить тот день, когда встанут Дух и Ангелы рядами. Но и в том и в другом случае «ЯУМА» это «МАНСУБАН МИЛФАЛИ» поставлен глаголом или «ЯМЛИКУН» или «ЯТАКАЛЛАМУН» в состоянии «НАСП». У АЛАМАТа «НАСП» признак «НАСП» здесь это «АЛЬФАТАТАЗЗАХИРАТУФИ АХРИХ» явная фатха над его окончанием. Слово «ЯМ» является «МУДАФА». А все глагольные предложения, которые приходят за ним, это «МУДАФАН ИЛАЙХИ». Как мы это уже упоминали. Мы упоминали, что слово «ЯМ» может быть «МУДАФАН» как имена, например «ЯМЛЬКИЯМДИ», так и к предложениям. «ЯКУМА» – это «ФАЛЛИН МУДАЛИН» – глагол настоящего будущего времени. «МОРФАН» поставлен в состоянии «АРРАФА». «ЛИТАЖАРРУДИХИ МНАСАБИ ВАЛЬДЖАЗМ» так как он свободен от «АМЛУ» факторов «НАСП» и «АЛЬДЖАЗМА». «ВАЛЯМАТУ РАФАН» признак «АРРАФА» в нем – это «АДДАМАТУЛЗАХИРТУ АЛЯ АХРИХИ» – явная дама над его окончанием. «АРРУХУ» – это «ФАЛЛЬФАЛИН» – фааль глагола «ЯКУМА», то есть его действующее лицо. «МОРФУАН БИГИ» поставлен этим глаголом в состоянии «АРРАФА». «ВАЛЬФАЛЬМАА ФАЛЬХИ» – глагол «ЯКУМА» со своим фаалом «АРРУХ» – все это «ДЖУМЛЮТУН ФИАЛЬЮТУН» – глагольное предложение «ФИ МАХАЛЛИ ДжАРДИН БИЛЬМУДАФИ» – на месте падежа «АЛЬДЖАР» посредством «МУДАФА», то есть слово «ЯУМ». «МУДАФУН ИЛЕЙХИ» – это предложение является «МУДАФУН ИЛЕЙХИ», то есть вторым членом из «АФИТНОЙ СВЯЗКИ», то есть «ЯУМА КИЯМИР РУХИ» – «В ДЕНЬ СТАНОВЛЕНИЯ ДУХА» и т.д. Как мы видим, мы здесь можем заменить глагольное предложение одним именем, одним словом, что указывает на то, что это предложение имеет здесь место в падеже, в данном случае это место падежа «АЛЬДЖАР». «ВАЛЬМАЛАЙКАТУ» – «АЛЬВАВИТАХАРФА АТФИН» – «Союзная частица» – «МАБНЮ АЛЯ ФАТХАН» с «Неизменяемым окончанием» с «ФАТХА на конце». «АЛЬМАЛАЙКАТУ» – «МАТУФАН АЛЯ РУХ» – «Соединено» со словом «АРРУХ» «ВАЛЬМАТУФА АЛЯ ЛМАРФУЯ» – «МАРФУАН МИТЛУ» – «Соединенное с поставленным состоянием «АРРФА» именем имя тоже должно быть в состоянии «АРРФА». «ВАЛЬМАТУ РАФХА» – «Признаком РАФХА» в этом имени это является «АЛЬМАТУЛ ЗАХИРУТВА АЛЯ АХРИХ» – «Явное дамо над его окончанием». «СОФА» – «Это ХАЛЬ» – «Обстоятельство образа действия». «Поясняет здесь состояние действующего лица во время действия». «То есть станут как?» – «Станут рядами». «МАНСУБАН» – «Ими поставлено состояние «АЛЬМАТУ НАСБ» и признак его состояния «АЛЬМАТУ» – это «АЛЬФАТА АЛЬМАТУЛ ЗАХИРУТВА АЛЯ АХРИХ» – «Явное фатха над его окончанием». «ЛАЙТА КАЛЛЕМУНА» и «РАБ ЛАЙТА КАЛЛЕМУН» точно такой же как у предшествующего глагола «ЛАЙМЛЕКУНА» так как «ЛАЙТА ХАРФУ НАФИН» – «Отрицательная частица «МАБНЮАЛА СУКУН» это «КАЛЬМУНАТФИУЛАН МУДАРИВАН» – глагол «настоящее будущее времени». «МАРФУАН» – «Поставлено состояние «АЛЬМАТУ» «МАРФУАН» – «ЛИ ТАЖАРРУДИ ХИМИНАЛ НАСБ ВОЛЬДЖАЗМ» «Поставлено состояние «АЛЬМАТУ» – «Поставлено состояние «АЛЬМАТУ» так как этот глагол свободен от «АМЛЕВ» – от факторов «наспы» и «ДЖАЗМА». «ВАЛЬМАТУ РАФХИ» признаком состояния «АЛЬМАТУ» здесь является «СУБУТ НУНИ НИЯБАТАН АНИ ДОММАТИ» – «Наличие букв «НУН» в качестве замены огласовки «ДОММА». «ВАЛЬМАТУ» – «АЛЬМАТУ» – «АЛЬМАТУ» – «СЛИТНОЕ МЕСТАМЕНИЕ» «МАБНИУ АЛЕС СУКУНИ» с неизменным окончанием «СУКУНОМ НА КОНЦЫ» «ФИ МАХАЛЛИ РАФХИН» – «На месте подъезжает раф» «ФАЛЬЛЬ ФАЛЬ» – «Являет фаэлем действующим лицом этого глагола». «ВАЛЬ ФАЛЬМАА ФААЛЬХИ» – «ГЛАГОЛ ЯТАКАЛЛАМУНО» вместе со своим фаэлем «АЛЬВАУ» – «ВСЁ ЭТО ЖУМЛЯТУН ФААЛЬЮТУН» «Являет стаакидом ли ЛАЯМЛИКУНО» «ТО ЕТО ГЛАГОЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ МОЖЕТ БЫТЬ УСИЛЕНИМ ДЛЯ ПРЕДОДУЩЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ» «УСИЛИВАЯЩИМ ЕГО СМЫСЛА» «ТАК СМЫСЛА» будет таким «ЛАЯМЛИКУНО МИНХУ ХИТАБА ЛАЯТАКАЛЛЛАМУНО» «Не будут они владеть от него возможностью речи, не будут они говорить». Если про предложение «ЛАЯМЛИКУН» мы сказали, что это «ИСТИ ИНАФИТУН» «Возобновляемое новое предложение», то и это предложение, являющееся его усилением, тоже будет так же, как и первое предложение «ЛАМАХАЛЛАЛХАМИНАЛ ИРАБИ» «Не имеющим места в падеже». А если первое будет иметь падеж «АННАСП», то и это предложение тоже будет иметь падеж «АННАСП». Также про это предложение «ЛАЯТАКАЛЛЛАМУН» мы можем сказать, что оно само по себе «ИСТИ ИНАФИЯТУН» «Возобновляемое». В этом случае оно, в любом случае, не будет иметь места в падеже, так как не зависит от предыдущего предложения. Дальше. «ИЛЛЯМАН АЗИНА» «ИЛЛЯТА АДАТУ ХАСРН» «ЧАСТИЦА ОГРАНИЧЕНИЯ» «ХАРФУ СТИСНАИН» «ЧАСТИЦА ИСКЛЮЧЕНИЯ» «С неизменаемым окончанием» «С СУКУНОМ НА КОНЦЕ» «ОТНОСИТЕЛЬНОЕ МЕСТОИМЕНИЯ» Мы здесь можем сказать, что амин это бадаль, замена, предложение, так как для этого есть условия, а именно здесь у нас калямун, тамун, манфион, то есть отрицательный контекст, в начале предложения стоит отрицательная частица, то есть в начале стоит отрицательная частица, а также аль мусаснаминго, то есть чего исключает у нас упомянуто, то есть местомение вау в данном случае, или иначе говоря мумдальминго, то есть заменяемое имя. Поэтому здесь допускаются два варианта ираба грамматического разбора. Первый упомянутый нами, а это то, что ман может быть на месте подъезжа ар-роф как бадаль, как замена местомение вау, являющемуся фаалем. Второй вариант это то, что ман может быть фи махалин насбин, на месте подъезжа ан-насб, в качестве мусасна, то есть исключаемого имени. Одина это фиалин маадин, глагол прощачего времена, мабниу аля фатхин с неизменяемым окончанием с фатхи на конце. Аль-Лаху алям это харфу жарин, предлог родительного подъезжа, мабниу аля фатхин с неизменяемым окончанием с фатхи на конце. «Аль-Хау» – домирын муттасына, слитное местомение, мабню аль-Домми, с неизменяемым окончанием, с домами на конце, фи махалли джарин бил-Лами, на месте падежа аль-Джар, посредством предлога аль-Лам. Валь-Джару, валь-Маджрур, джар и маджрур, мута'ль-Ликани, состоят в смысловой связке с глаголом «Адзина». «Ар-Рахману» – это фа'ль-Лфа'ль, фа'ль глагола «Адзина», его действующее лицо, марфу «Амбихи», поставлен этим глаголом в состоянии «Ар-Рафа». Вааламату «Рафа» и признак падежа «Ар-Рафа» здесь «Адддамма туззахирту аля ахилих», явная дамма над его окончанием. Валь-Фа'ль-Маа-Фа'льхи, глагол «Адзина», с его фа'лем, действующим лицом, все это джумлетун фиалитун. Глагольное предложение «Сыль-Тал-Маусули» является предаточным предложением, пояснительным предложением для относительного местемения «Ман». А предложения, являющиеся предаточными, то есть «Сыль-Ла», не имеют места в падеже. Поэтому мы говорим «Ла махалля лахаминал-Ирраби» – не имеют места в падеже. Вааламату «Саваба» – «Алвавит харфа Адфин» – «Мабниу аля фатхин» с неизменяемым кончанием, с фатха на конце «Ла махалля лахаминал-Ирраб». «Каля» – «Фа'лен мазан» – глагол прощадшего времени «Мабниу аля фатхин» с неизменяемым кончанием, с фатха на конце. «Офа'ль» – «Айо фа'ль» – «Действующее лицо» – «Домирун муститрун фиихи-джавазан». «Домирун муститрун фиихи-джавазан» – «Скрытое в нем в допустимой форме местамение» – «Тақдируга-хуа». «Скрытое в нем местамение» – это «хуа». «Савабан» – «Мафаул бихи» – прямое дополнение к глаголу «Каля». «Мансуб бихи» – «Поставлен этим глаголом в состоянии однаспы» – «Венительный падеж. «Вааламата» – «Насб» – «Признак однаспы» здесь – «Аль фатхата злахирату фи ахирихи» – «Явная фатха над его окончанием». «Валь фиалу маа фаалихи» – глагол «Каля» – «Соскрытое в нем фаалем», т.е. местамение «хуа» – «Святы жумлатын фиалиятун» – глагольное предложение. «Маа туфатын аль жумлаты ляты и кабляха» – «Соединено с союзом «Вау» с предыдущим предложением» – «Оно не будет иметь места в падеже». Поэтому мы и говорим «Ла махалля лха минал-и'раби» – «Валлаху а'лам».